Сегодня вещаем с Ламбиновицы. Это у нас в Польше. С 1945 года это была немецкая территория, а сегодня это польская территория. И раньше она называлась, это местность Ламсдорф. Здесь находился самый большой лагерь военнопленных, начиная с французско-прусской войны 1871 года и заканчивая Второй мировой. Не индустриал, а отпечаток времен. Вот здесь уже поезд поехал обратно, дальше он не едет, он по идее идет до Нысы или Ниссы. Но сегодня там ремонтируют пути, поэтому здесь столько всяких шпал и рельс. А я двигаюсь в музей, который посвящен лагерю военнопленных Ламсдорф. До него идти отсюда минут 15. По пути в музей вам попадется также цветочная лавка, где можно купить свечек. Свечки можно будет поставить на мемориал. Там есть мемориал советским воинам, также польским повстанцам. Это здание музея. Сегодня там располагается музей, посвященный лагерю для военнопленных Ламсдорф. До окончания войны там была комендатура. Напротив у нас находится здание, где располагалось казино для офицеров. Еще до вермахта здесь располагалось казино для офицеров и различных увеселительных мероприятий. Сходил на экскурсию в музей. Сейчас мне выдали велосипед за 3 злотых. Это, представляете, меньше, чем 1 евро. Сейчас, я думаю, в таком месте о деньгах вообще не имеет смысла говорить. Потому что это очень трагичное место. Здесь загроблены многие жизни. И об этом тяжело говорить. Мы проезжаем лагерь, который был сделан уже для немецких жителей. После войны эта территория отошла в Польше. До этого она была немецкой территорией. И, соответственно, всех немецких жителей отправили поляки в рабочие лагеря. Да, война это суровая штука. И здесь нелегко об этом говорить. Это очень печально, конечно, все, что здесь было. И сейчас у меня была более часовая экскурсия с очень компетентным гидом. И она мне... Я был в музее уже не первый раз. Соответственно, у меня были какие-то информации. Была какая-то информация и представление о том, об этом военном лагере. Меня, безусловно, интересует период Второй мировой войны. И, безусловно, в основном интересует история советских военнопленных и польских, ну и других национальностей. Что происходило в лагере, что здесь творилось, какие условия были, содержание и тому подобное. Эта территория также относилась к лагерю. Вот эта вся территория. И мы уже видим, что здесь как бы выращивают что-то за забором. Какие-то... Картошка, наверное, или что там у нас. Не знаю. Но, тем не менее, как бы территория постепенно распродается. И на некоторых участках вот здесь у нас так облагорожено. Для тех, кто посещает территорию мемориала, можно, соответственно, здесь сделать привальчик и остановиться, передохнуть. В этом месте располагался лагерь для французских военнопленных. Это часть стены, сохранившиеся от лагеря. Вот. И, соответственно, он был построен еще во времена французско-прусской войны 1871 года. Вот такие здесь толстые стены из кирпича, сооруженные, чтобы французские военнопленные не могли убежать. Вероятно, это было... Честно говоря, трудно понять, почему здесь этой стены нету продолжения. И это была часть стены от здания, или это была часть именно стены. Здесь написано, что это находилась водокачка. Вот такая у нас была водонапорная башня. Здесь находился насос, откуда качалась вода. В 20-30 шагах находится резервуар для воды. Вероятно, там вода у нас скапливалась, дождевая вода. По земляным желобам протекала, и военнопленные могли зачерпывать и пить воду, или мыться, умываться. Здесь у нас часть оставшихся, сохранившихся бараков. Насколько мне известно, это были бараки для... Хотя нет, там написано шталак, но неофициальные источники говорят, что здесь были офицеры. Здесь у нас находится стенд с описанием того, что здесь находилось. Соответственно, это вот общий план бараков, которые находились здесь. Это вот так вот в виде корабля выглядит. Ну и, соответственно, описание, где что было. Первый пункт, это, соответственно, у нас комендатура, где сегодня располагается музей. Вот. Это вот здесь. И дорога была по прямой-по прямой. И вот, видимо, 38-й пункт. Йоахи. Где я? А, вот, я вот здесь. То есть, получается, 31-й, это бараки блока К. Нахожусь сейчас вот здесь, где сохранились бараки. Территория, вы представляете, еще половины не проехала, она еще уходила дальше. И, соответственно, у нас под номерами 20, это у нас идут различные бараки. Все военнопленные, которые находились здесь, они были заняты на тяжелых работах в угольной отрасли и также в аграрных, в сельскохозяйственных работах в Верхней Силезии. То есть мы находимся с вами в Верхней Силезии. Польша. Территория раньше принадлежала Пруссии. До Пруссии она была также польской, постоянно переходила от поляков к немцам. И затем немцы около двух столетий держали эту территорию. И после Второй мировой войны поляки получили территорию обратно. Но территория Польши была сдвинута все равно с востока на запад. Порядка 6,5 миллионов. Советских военнопленных за все время прошли через этот лагерь. Так что информация здесь не совсем точная. Фундамент остался от бараков. Вероятно, здесь была какая-то деревянная надстройка. А может быть и такая же вот бетонная. Бетонный барак был. Сейчас он так выбелен и в хорошем состоянии. Думаю, что раньше это было все выглядело иначе. Это было все страшнее и ужасающе. Напротив лесу у нас там как раз такие жили. В ямах, в земле непосредственно больше трех лет советские военнопленные. Укрывались от холода, от дождей. Заборы состоят из колючей проволоки, которая была под напряжением. Как мы видим, раз, два, три, четыре и туда дальше. Ну вот сейчас из сохранившихся как минимум пять бараков здоровых. Мне известно из официальных и в том числе неофициальных источников, здесь содержались офицеры. То есть как бы здесь бетонные бараки и вот здесь содержались советские офицеры. То есть все люди, которые по военной иерархии занимали, ну, имели какую, владели какой-то информацией, соответственно, были интеллигентными, либо были летчиками. То есть каких-то профессий. Не просто крестьяне или обычные солдаты, которые в принципе не представляли никакой ценности. Лагерь у нас еще идет дальше. Это только один из секторов. И я, как уже сказал, показал по карте, по схеме, что это только одна вообще. Я только сейчас даже середину всего вот этого лагеря не проехал. Но вот там за лесом, там еще есть куча территорий, где также содержались различные военнопленные. Все это было поделено по национальностям. Соответственно, здесь были советские военнопленные, там у нас еще были польские, в общем, они были соседями, поляки с советскими военнопленными. Самые худшие условия были у советских военнопленных. Все было связано с тем, что в 1929 году Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию относительно военнопленных. И было это связано с тем, что в 1907 году до, за 7 лет до начала Первой мировой войны, Россия, на тот момент еще Россия, она подписала в Гааге Гаагскую конвенцию относительно военнопленных. В 1929 году с какой-то стати было задумано было задумано подписание Женевской конвенции. Зачем? Вы мне можете объяснить? Это у нас за сколько? Это получается за 10 лет до начала войны. Как-то все это очень странно выглядит, но это все, конечно, теории и только догадки и домыслы, что войны планировались за 10 лет. В общем, Советский Союз отказался подписывать Женевскую конвенцию в связи с тем, что в 1907 году была подписана Гаагская конвенция военнопленных и Советский Союз сказал, что нет, ну уже одна подписана, зачем еще? Тем не менее, практически все европейские страны подписали Женевскую конвенцию. Вот. То есть получается, что отношение к военнопленным разных национальностей вот на этой большой территории это вот как бы не одна территория, потому что существует вот за тем лесом еще куча территорий больших, то есть лагерь имеет очень огромную территорию, это целый лес. Сегодня это просто лес и, соответственно, так как Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, то к советским военнопленным было вообще нечеловеческое отношение. Польские военнопленные, в принципе, имели условия чуть получше, нежели советские. Далее оказалось очень интересным, что итальянские военнопленные также были урезаны в своих условиях по сравнению с теми же британцами. Британцы вообще здесь шиковали, на самом деле. У британцев им тут Красный Крест шоколадки привозил. Ну, не здесь, опять же. У них там был свой лагерь, где они содержались, у них там были всякие развлечения, спортивные, различные состязания, бокс, футбол, все, что надо. Ну, обычная жизнь. Самое интересное, что, допустим, тех же индусов либо африканцев, которые говорили по-английски, определяли также британские сектора. И они находились там. И они также, в условиях Женевской конвенции, получали те же самые шоколадки, и тому подобное. В общем, зарабатывали военнопленные деньги. И что вы думаете? Британцы получали самую большую зарплату. 10 марок, лагерных марок. Затем по иерархии шли французы. Меньше всего получали советские военнопленные, и то не все. Это те, кому посчастливилось работать там в полях или еще где-то. Безусловно, они получали три лагерных марки. Эти люди. Эти марки, они могли отоварить в столовой. Соответственно, там, ну, себе шикануть, там, шоколадку купить или сигарету. из шести с половиной миллионов советских военнопленных, это вообще, ну, я думаю, что там очень маленький процент, который зарабатывал даже три лагерные марки. Вот. И вот, соответственно, как я предполагаю, вот через эту решетку у нас проходит дорога, да? Скорее всего, по этой дороге подвозилась также еда иногда. и безусловно, еда, как бы, раздавалась бесплатно, ну, в ограниченных количествах, безусловно, и явно не три раза в день. Вот. И, как я уже сказал, что большинство советских военнопленных умерло от голода, поэтому сами заключайте, сколько могло раз за день или раз за неделю привозиться питание. Вот. В общем, выдавалась еда. Если у военнопленного не находилась посудина либо какой-то консервной банки для того, чтобы ему туда похлебки какой-нибудь из травы наплескали, то тогда человек остался голодным. Лагерь был освобожден в 1945 году, по-моему, 27 января. Вот. И данное освобождение запечатлел на своих рисунках военнопленный Данилов. Георгий Данилов запечатлел на своих снимках освобождение этого лагеря. Как я предполагаю, здесь, как бы, вероятно, был оффлаг, и здесь находились не только советские офицеры, но, безусловно, и, как бы, офицеры других армий. Пленным, которые принимали участие в польском восстании, история гласит следующее, что готовилось польское восстание, и оно было спланировано в согласии с англичанами и американцами. Вот. И, соответственно, как бы, польские жители в Варшаве собирались делать, совершить восстание против нацистских войск. Вот. И англичане с американцами хотели самолетами доставить им оружие. На этот момент Красная Армия находилась на другом берегу Вислы, от, ну, на берегу, на одном берегу находится Варшава, на другом берегу была Красная Армия. Вот. Соответственно, Сталин не разрешил англичанам и американцам, точнее, их самолетам, сделал, после того, как они сбросят оружие, сделать посадку на территории принадлежащей или уже как бы освобожденной Советской Армии. Вот. Поэтому сегодня многие поляки склонны винить в том, что польское восстание в Варшаве не получилось. В этом они винят, конечно, советскую сторону, Сталина и Красную Армию. Соответственно, после подавления Польско-Варшавского Восстания, как мы здесь видим, около шести тысяч, около шести тысяч повстанцев были привезены в лагерь Лансдорф, из них шестьсот пятьдесят детей. Вот. Здесь они располагались, соответственно, также где-то там находились бараки для женщин и детей польского восстания. Они были отделены от мужчин. Сделаем проще, сделаем замену. вытащим а это поставим сюда. Сделаем так. территорию кладбища была благоустроена, поставлен мемориал. мемориал. тяжело а фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Тяжело говорить, трудно себе представить эти условия как все это было да будет мир на этой земле надеюсь такого не повторится лучше а